Ребята, всем привет! Вы на канале Страна Игриляндия. И сегодня у нас немного необычная игра. Привет, сосед! 2. Альфа-версия. Смотрим превью к игре. И как вы видели, в этот раз мы будем бороться не с соседом, а с какой-то вороной. Я понимаю, что Альфа-1 это совсем сырая версия. Но в этой части игры я не собираюсь её пройти полностью. Я хочу просто ознакомиться. И как я вижу, у нас нет своего дома. Мы в этот раз появляемся в автомобиле. И поехать на этом автомобиле у нас не получится. Так как состояние у него примерно ржавая корыта. Ну хотя бы от дождя укрыться можно. Что-то я не узнаю тот городок. Дома очень сильно обветшали. Да и не только дома. Такое чувство, что этот городок заброшен уже несколько десятков лет. И где же ворон? Почему его не видно? Постараюсь подобраться как можно ближе. Как вы видите, окна в доме полностью заколочены. И также есть полицейские ленты. Делаем вывод, в этом доме произошло какое-то преступление. Вот это бросок! Он меня сбил! Убежать не получилось. Куда ты меня тащишь? Да, этой вороне силы не занимать. Интересно, что у него в мусорных пакетах. Ребята, вечереет. И вечереет очень быстро. Интересно, интересно. Эти птицы нам указывают на то, что мы потеряли в этом месте предметы. По-моему, это камера. И я постараюсь ее установить. Для установки камеры нужно найти определенное место. И я все-таки, наверное, постараюсь ее установить в середине дома. Чтобы была возможность наблюдать за вороной. Слышу шаги, но не могу понять, где же хозяин этого дома. И зачем ворон стащил столько мусора в свой дом? Может быть, он подрабатывает дворником? Или у него болезнь, когда тащишь всякий мусор в свой дом? И давайте посмотрим, работает наша камера или нет. Работает отлично. И, кстати, мы можем установить целых четыре камеры. Но сначала их все нужно найти. Немного осмотрелись на первом этаже. Никакой угрозы. Ну уж, очень мне охота осмотреть территорию. Вдруг еще что-нибудь интересное попадется. Большая часть территории ограждена сеткой. Ух, ворон, ты меня испугал. Видите, сверху сетки еще и колючая проволока. Как я и говорил, версия эта еще очень сырая. И ворон застрял. А может он теперь и выбраться не сможет? Да, рановато я обрадовался. Ребята, вам не кажется, что наш главный герой стал очень мелким? А вот и ночь наступила. И это самое лучшее время для того, чтобы попытаться проникнуть в дом. Какой-то рычаг. Попытаюсь его активировать. Как же быстро нас засекли. Вполне возможно, не только мы пользуемся камерами наружного наблюдения. Хорошо, что главного героя просто выбрасывают за ограждение. А давайте повторим попытку пробраться в дом. Ворон для того, чтобы нас сбить, использует все подручные средства. Ну вот, в этот раз выбросили просто через окно. А я тоже умею швыряться различными предметами. Сейчас посмотрим, кто из нас более меткий. Вы это видели, он еще и уворачиваться умеет. Ты что-то хочешь мне сказать? Нет, он снова нас будет выбрасывать. Попытки в ночное время пробраться в дом претерпели неудачу. Надежда на то, что ворон ночью будет спать и нас не заметит, было ошибкой. Одно могу сказать точно, у нас обзор стал гораздо хуже. Погнали поищем что-нибудь интересное. Вы слышали эти звуки? Вполне возможно, датчики движения. А что это за черный дом? И забор также черный. И как в него пробраться? Вполне возможно, где-то есть лаз. Странно, объект есть объект интересный, но на его территорию попасть у нас не получается. Да, ребята, я просто смог перелезть через забор. Очень темно и практически ничего не понятно. Придется ждать рассвета. И только тогда продолжать игру. Сегодня разобраться в том, что делать мы не смогли. Но ведь это было просто ознакомление. И в следующий раз мы уж точно пройдем эту миссию. Ставим лайк, если понравилось. С вами был канал Страна Игринляндия. Всем пока и до новых встреч.